Ну что ж, мы с вами посмотрели на перформанс, на дебют Сергея Фёдорова, главного тренера команды армейцев по хоккею. Армейцев Москвы по хоккею. И что же мы увидели? Да ничего особенного мы не увидели, но авангарду не п***ли. А это уже неплохо. Хотя, подождите. Более полной мысли в выпуске новостей за неделю. Люблю вас! Привет, меня зовут Никита Петухов, и это тот самый формат новостей за неделю. Мне понравилась эта формула, поэтому я вам ещё раз её здесь произнесу, объясню. В общем, мы включаем камеру столько раз, сколько новостей у нас припасено. Ну, плюс ещё, да, подводка. Вот. О такой форматной импровизации постараюсь не очень долго говорить. С каждым разом всё становится лучше и лучше. Большое спасибо всем, кто поддерживает этот формат. Продолжайте это делать, потому что нет уверенности. Я больше в себе не уверен. Да просто классно. Вот. И опять же, это не видос про Путина, который собирает 300 тысяч как с куста. Это новости хоккейные, которые в нашей стране мало вообще кому нужны. Вот. И те, кому они по-настоящему нужны, пожалуйста, помогите в их распространении. В этом нет ничего зазорного. Вот. Это, по-моему, это поможет. Правда. И к такому формату, таким видео это, правда, очень нужно. Сегодня говорим про старт КХЛ. Сегодня говорим о том, что НХЛ поедет на Олимпиаду. Сегодня говорим в том числе про Сергея Фёдорова. Поехали. Главных новостей на этой неделе две. И начнём с той, которая нам поближе. Всё-таки, да, Олимпиада ещё будет где-то в феврале. В следующем году. Ой. Вот. Поэтому о ней мы ещё поговорим. А у нас тут на этой неделе бах, и стартовал сезон КХЛ. Так вот, внезапно, да, для кого-то. Для кого-то, ну, конечно, не внезапно. Мы уже привыкли жить в таком ритме, что у нас чуть-чуть только закончился сезон. Тот чемпионат мира, НХЛ. Сразу же предсезонные турниры и всё такое. Я вот иногда включаю, когда телевизор посмотреть, как ребята комментируют. И просто там, они уже расклады дают такие, что вот она том, при разогревочном, тренировочном, предварительном, как это, при сезонном турнире, эта команда сыграла так, этот игрок показал кто-то, господи, зачем вам это? Мне прям это непонятно. Зачем вам вся эта информация? У вас будет длиннющая регулярка, в которой вы все команды ещё отсмотрите. Вот. Ну, в общем, начался сезон. Всех поздравляю с этим. Довольно крутые результаты. Я, на самом деле, вот так игры не смотрю особо, но по хайлайтам иду, и так новости отслеживаю, чтобы ничего не пропустить супер важного. И прям интересный хоккей. Я уже, подписывайтесь на мой телеграм-канал, заходите в него. Я там стараюсь выкладывать всю красоту, которую успеваю зацепить вообще в КХЛ. И, слушайте, и красоты много, и камбэков прям, прям прилично. В каждом дне вообще есть прям игры, в которые 5-5, 6-6 и всё такое. И после первого дня я так посмотрел на Кунь-Лунь и Адмирал, что что-то они как будто бы вообще из вышки такие команды вроде как, да. А тут они, бах, отыгрались. И вообще изобили много. И там тоже было зрелищно. И Кунь-Лунь вообще в Казани отыгрался. Как такое, да, по идее, возможно. То есть, классно. И на самом деле вот все эти плохие процессы, которые происходят у нас глобально с лигой, да, там отъезд звезд, падение как бы уровня, всё такое. То, что в ЦСКА проблемы с менеджментом, то, что в СКА проблемы с менеджментом. Они такие раз, да, и выравнивают наш чемпионат, он как будто бы становится интереснее. И хочется вот, чтобы мы на этом интересе вот так вот его и прошли, чтобы в первом раунде, чтобы хочется, короче, чтобы вот этот вот интерес, который сейчас есть, он весь в первом раунде сохранился. И чтобы у нас такой же был первый раунд, в котором Кунь-Лунь будет напрягать Казань и всё такое. Вообще, я, если честно, только за. Ну и, конечно, сезон открылся сладеньким сразу. Авангард. Авангард ЦСКА сыграли. Вот, я сразу исписал, сколько получается, четыре, ну, получается, наверное, один лист, два листа, а четыре, и ещё немножко я исписал мелкими такими пометочками. Вот, потому что очень хотелось увидеть, как Сергей Фёдоров проведёт первый матч в качестве тренера. То есть не первый в качестве тренера ЦСКА, не первый в качестве тренера континентальной хоккейной лиги, да, клуба, а как бы вообще тренера. Ну, то есть, представляете, дебют себе, вот, тренера, ой, было забавно, вот, ЦСКА, на самом деле, потом я ещё так отслеживал, как они играли с Ригой, вот, и мне агент был на этой игре, он прям присылал туда фотографии. Мне так писали, что там Рига забила две, я такой, о, вот, но в результате нет, ЦСКА выиграл, конечно, 3-2 у Риги, вот. И, ну, в чём, конечно, это не будет сразу так бросаться в глаза, да, что нет тренера, потому что ЦСКА это всё равно сильная команда, у неё всё равно есть игроки-то, всё равно есть Григоренко. Кстати, прикольное, в матче-открытии Григоренко бросился в глаза, потому что у него, конечно, техника катания очень узнаваемая. И техника рук такая гладенькая, обратите внимание, если вам нравятся всякие детали, ну, что его просто видно, вот, хоть где он будет играть, особенно на нашем не очень высоком, да, не запредельно высоком уровне. То есть, может быть, с Макдэвидом бы он ещё и терялся, вот, а здесь прям очень видно и катание, и руки, и понимание, всё такое. Вот, но по игре с Авангардом, ну, видно же, что команда будет строиться, то есть она сейчас даже не начала строиться, она, ну, всё, там нет первого звена. Первое звено было таким локомотивчиком, которое всю эту историю тащило. Организованность вся дальше была таким прицепом, которое, да, всё дальше обеспечивало. Сейчас и с организованностью как-то уже не так, хотя, ну, она остаётся, понятно, что она будет оставаться, вот. Но первого звена нету, кто будет играть, непонятно, Григоренко, там, эти спецбригады, короче, ну, это анекдот просто. Я, опять же, я не к тому, что желаю зла Сергею Фёдорову или ЦСКА, чтобы развалился, мне просто смешно. Но это смешное менеджерское решение, это просто унизительно смешное менеджерское решение. И ЦСКА от него, знаете, здесь какая, я даже, типа, я хотел сейчас сказать, вот, я хотел сказать, что ЦСКА ещё пострадает. Нет, можно закрывать. ЦСКА это команда, которая может в любой момент вытащить любого игрока из любой команды, кроме СКА, да, ну, там, плюс-минус. Они Сошникова в прошлом году вытащили, Салават вообще без проблем, Сошников туда поехал, вот, слегка. Они могут, у ЦСКА достаточно механизмов для того, чтобы скрывать вот эти вот недоработки, которые очевидно будут. И на нашем уровне, на уровне конкуренции, которая для ЦСКА вот в КХЛ, ну, если бы это был Амур, блин, Фёдорова бы уволили в сентябре. Но в ЦСКА, я говорю, может себе позволить закрывать. И я не то чтобы прогнозирую такую недачу, мне просто хочется даже, чтобы была какая-то такая очевидная недача, но больше так нельзя. Потому что сейчас посмотрят на этот пример и вообще подумают, что тренер не существует такой профессии просто. То есть, что кто угодно может выйти на скамейку и тренировать. Нет, это вредный подход к профессии тренера, который нам на самом деле аукается в сборной сейчас. Мы просто в сборной сейчас не можем, мы едем на Олимпиаду и у нас паника, потому что мы не можем найти тренера, потому что мы отношение к этой профессии уничтожили вот за последние 8 лет. И отношение к людям, которые занимаются, это вообще непростой профессией, в которой мало кто на самом деле понимает. Вот, поэтому я не желаю прям ЦСКА провала, но мне кажется, что провал вот этой вот концепции, вот этого вот подхода, вот этого вот решения нам всем только поможет. Ну и, конечно, вторая главная новость этой недели, здесь барабанная дробь. НХЛ официально объявила, что поедет на Олимпиаду, но это типа, это не точно. Но там есть оговорка. На самом деле мне не очень, этот блок не будет долгим, потому что мне не очень хочется здесь разгонять. Мы еще об этом тысячу раз поговорим, и на самом деле это то, как Россия будет выглядеть на Олимпиаде с лучшими, это вообще очень серьезное наше переживание. О нем успеем поговорить. И поэтому здесь просто отметим факт, что да, НХЛ наконец-то официально объявила, что она поедет. Вот с небольшой оговорочкой, что они до 10-го вроде бы января могут принять обратное решение и не поехать на Олимпиаду, если там будет какой-то опять какая-то вспышка вируса. И на самом деле мне нравится, когда в интернете пишут, что вероятность этого не так велика. Вот люди до сих пор не научились тому, что прогнозы это бессмысленная фигня, потому что просто если бы все было так, как мы прогнозировали, то кто планировал, да, вирус? Ну, дело, короче, речь, конечно, не об этом, а речь о том, что, слава богу, есть официальное решение. Мы теперь живем с этим и отменят уже его какой-то форс-мажор. Ну, будем просто надеяться, что ничего такого не случится. Опять же, да, видно, что насколько все-таки НХЛ это большая финансовая такая, ну, как большой бизнес, который на самом деле готов к форс-мажору и который такой, так, а мы же все потеряем, если что-то не так пойдет. Вот, они вот это вот думают, и не то, чтобы это как-то супер прикольно, да, все равно хотелось бы уже понимать что-то, вот, и хотелось бы сейчас знать, что мы прям точно будем, но не вижу никакой проблемы. Форс-мажор может случиться и может и не случиться, вот, а НХЛ, скорее всего, НХЛ заинтересована в том, чтобы поехать, это уже всем очевидно, вот. Вот, а то, что мы сами костно такие как-то заросшие, что для нас вот это вот, господи, за месяц понимать, какой состав, да, блин, вообще какая, за 4 дня можно понять, кого набрать состав. Я могу собрать вам состав из КХЛ из НХЛ за 12 часов до первого матча, если мне будет такая задача, вот, не вижу никакой проблемы. И, конечно, начали выступления эти наши, они, причем, какие-то такие стройные эти реплики всех наших тренеров, уважаемых, безусловно, вот, мастеров спорта и функционеров о том, что, господи, НХЛ всеми вертит, НХЛ всеми, ну, просто, ребята, НХЛ зарабатывает деньги, НХЛ оценивает свои риски. Вы не вкладывайте, вы вкладывайте в наших кистов нефтяные деньги, которые вы вообще не зарабатываете, которых не было и которых через какое-то время не будет, вы их просто сжигаете. Видите, удивительно, правда, что есть ребята, которые просто заработанные деньги вкладывают в игроков, в НХЛ и дорожат этими деньгами, да? Вот это удивительно, правда, вот это да, вот это прям новостейка. Вот, поэтому давайте спокойно, НХЛ делает не то, чтобы прям все правильно, но интересы прозрачные. Как работает КХЛ нам не очень понятно, как работает Федерация нам не очень понятно, поэтому у Федерации, а как и ХФ работает, вот посмотрите, я здесь ссылку положу на видос, я об этом записывал видос, и ХФ крутит на самом деле нами гораздо больше, чем НХЛ. Вот давайте об этом помнить, ждем Олимпиаду, ура! Вась, здорово, а скажи, что такое One Night Stand? Слушай, Вань, ну это когда парень с девушкой знакомятся в ночном клубе, допустим, или где, вот проводят ночь, расходятся и вообще после этого друг друга забывают. Ха, а так что, можно было? Вы просмотрели миниатюру Ивана Телега. Это новость, которая удивительным образом сочетает и старт сезона в КХЛ, и то, что НХЛ поедет на Олимпиаду, вы, может, слышали, что в теории одним из тренеров наших на Олимпиаде может быть Сергей Гончар, и вот как это все переплетается, очень интересно, что Иван Телегин в третий, по-моему, раз, да, женился на девушке по имени Мария, внимание, Гончар, вот, насколько я понимаю, она не родственница нашего хоккеиста, но, тем не менее, вот это, ох, Иван, конечно, удивительный человек, вот, и, ну, опять же, только удачи, только счастья, только любви, вообще, надеюсь, все у него будет хорошо. Кроме этого, случился еще до начала сезона, случился обмен Дениса Зернова на Николая Прохоркина, штука, которую тоже надо обсудить, вот, касательно, когда мы говорим про старт сезона и про авангард, очень интересным образом развернулась эта история, потому что Денис начал выглядеть в Магнитогорске очень круто, прям сразу, вот, Прохоркина я пока еще не видел, да, наверное, вот, я пишу это в воскресенье, наверное, вот он где-то сейчас играет, и уже позже немножко станет ясно, как он будет выглядеть. На самом деле, что меня удивило, что такой техничный, очень техничный и такой, знаете, как какой-то элитный прям обмен, ну, то есть это явно, ну, явно просто у кого-то соображение, насколько я понимаю, авангард был инициатором этого обмена, и они эту идею пропушили, и, ну, просто не может быть это решение не подготовлено, ну, просто это не обмен игрока пятого звена на игрока четвертого звена, да, то есть полузапасного на какого-то тоже запасного, вот, это прям и игроки из первого в теории звена, и тот, и другой, центральный нападающий, но это по-любому просчитано до миллиметров. Меня просто удивило, что обсуждение вот у нас, то, которое я видел, оно, ну, какое-то, ну, очень, оно прям показывает, что у нас вот погружение в хоккей в целом, оно вот где-то вот такое, ну, там просто надо детали, я так еще более-менее поразговаривал с теми, с кем могу об этом поговорить, вот, из Омска, да, назовем это так, вот, ну, там, правда, много деталей, там, правда, нужно прям смотреть продвинутую статистику и вот в ней разбираться, и на ней, и на ней основываться в разборе этого трансфера, вот, и мне, на самом деле, он, правда, мне нравится, что у нас такие вещи делают, да, потому что вот даже я, если так, типа, может быть, и не на такой глубине, а вот на такой, а если на такую глубину погрузиться, то я, как по мне, Денис Зернов, это человек, абсолютно подходящий Хартли под его манеру, под то, что он делает в авангарде, под эту скорость, вот, но это вот такое, а там погружение вот еще выше, вот, и на этом уровне уже вроде как не так все просто, вот, поэтому, да, еще раз, даже не еще раз, просто все давайте погружаться в хоккей, мы все-таки хоккейная нация и рассуждать, что, а, они просто так, типа, поменялись, просто, они, им от нечего делать, они так поменялись, ну, друзья, ну, вы что, у нас все-таки, мы на каком-то уровне в хоккее разбираемся, вот, давайте себя не приезжать и за этим уровнем дальше гнаться, едем дальше. Так, ну и наша постоянная рубрика похихикиваем, похихикиваем на ЦКА, Роман Ротенберг сказал, я здесь прочитаю, зачитаю цитату, в Америке дают много пустых обещаний, а мы всегда отвечаем за слова, и если сказали, что сошлем Морозова и Оскара в ВХЛ, если они не станут подписывать с нами контракты, то и сослали, да, как это получается в России, вот объясните мне, это просто и в хоккее видно, и не в хоккее, как у людей получается делать одновременно, ну, вот, делать одно и при этом говорить вообще другое, и при этом вот этими словами, вот, комментировать свои дела так, как будто бы, вот, слова правильные, ну, в смысле, мы же видим просто, ну, мы же видим, подколзин Василий улетел из этого СКА, при том, что о нем, там, говорили, как про Макдэвида, ну, он просто пулей вылетел оттуда, и мы видели, как ему было нелегко в последнем сезоне, мы видим, что происходит с Оскаровым все это время, мы видим, что происходит с Морозовым, как вообще можно говорить, это, и это не какие-то воськи, да, в случае с подколзином, конечно, в каком-то смысле воськи, ну, просто это игроки, о которых мы вообще реально говорили, и говорим, как о наших будущих игроках, в том числе и может быть лучшей сборной, ну, то есть я сам на протяжении прошлого сезона прям вот как-то все больше и больше верил в то, что в какой-то момент Морозов может стать, ну, чуть ли не основным центром нашей сборной, может быть, и не на Олимпиаду, но на чемпионат мира, и что с ним происходит сейчас, почему? Ну, очевидно же, что это не просто вот он что-то спад в игре, и про него начинают тут же какие-то писать, что вот он там что-то и растренировался, так и Аскаров, что ли, получается, растренировался, или что, что происходит? Или в СКА просто какие-то есть процессы, да, может быть, вот с этой стороны, может быть, в СКА есть какие-то процессы, которые мешают игрокам прям раскрываться, если у них есть какие-то вообще идеи по поводу своей карьеры, и вот опять же, про подколзина говорили много, про Аскарова тоже говорили много, сейчас говорят про Мечкова, и вот просто это какая-то тоже узкая манера каждого нового игрока назначать next one-ом. Мы уже видели Макдэвида под Колзина, мы видели, как он, что с ним в результате произошло, и как он легко уехал, легко уехал из СКА. Я говорю, мы посмотрим, как будет по Мечкову, потому что, да, они подписали длинный контракт пятилетний, но он закончится, Матвей на самом деле очень молодой, когда закончится его этот контракт, он еще будет в таком возрасте, когда СКА еще будет, я думаю, рассчитывать на то, что он еще на три года останется, да, до возраста понарина, чтобы досидеть в этой команде, в этой команде. Вот. Посмотрим по Матвею, я говорю, вот давайте даже это, запишем это, пусть это на ютубе проезжит вечно, посмотрим, что с Матвеем будет к концу его контракта происходить, и вот, и там, там в очередной раз проверим эти слова. Еще одна новость из мира, замечательного мира переходов, на этой неделе говорили о том, что Джейк Виртонин из Ванкувера может перейти в СКА, даже называли конкретную сумму в 60 миллионов долларов, а в 60 миллионов долларов, в 60 миллиардов долларов, давайте в скандал, интриги, расследования, 60 миллионов рублей, назвали такую сумму, вот, и в результате он должен был перейти как бы в СКА, об этом говорили, но он перешел, вот последняя новость о том, что он перешел в локомотив, и довольно интересная вилка в этом смысле, потому что я, по крайней мере, привык, что если какой-то иностранец прям едет, то он едет прям, вот если СКА говорит о том, что он едет к ним, он скорее всего ездит к ним, но в этот раз получилось по-другому, интересно, почему? И про Джейка Виртонина последнее, что вы, наверное, слышали, что его обвиняли в сексуальных домогательствах, и это не доказано, он сам это отрицает, и вроде бы там все было чисто, но просто прикольно, что с ним расторгивает контракт и подписали в КХЛ, и знаете, с учетом того, что у нас Лайпсика подписали, что у нас сыграл воинов, который, да, там вообще сидел в тюрьме, я просто напомню, в Северной Америке, вот, что КХЛ становится таким, мы скоро людей, знаете, из тюрем будем вытаскивать, из североамериканских, просто чтобы они у нас играли, такими темпами, вот, по Джейку, на самом деле, в моменты своей какой-то молодости, я его, ну, многие из нас его, на самом деле, помнят, да, он играл на МЧМ, он играл в суперсерии, и он бросался в глаза, в целом, вот, он в какой-то момент мне нравился, вот, и, ну, конечно, сейчас у него карьера не пошла, вот, это аналитика мега уровня, ну, я сейчас быстро закончу просто, и мы пойдем дальше, я просто думаю, что хороший игрок, который на уровне КХЛ, в локомотиву, в плей-офф, я думаю, вообще без проблем поможет, все, едем дальше. Продолжается комеди-клаб под названием Континентальная хоккейная лига и ее президент Алексей Морозов, и сейчас целый блок, ну, мы в прошлый раз говорили об этом много, и сегодня об этом немножко поговорим, мне просто удивила новость, которая меня реально удивила, что Динамо Ригу, Динамо Рига оштрафовали за недостижение потолка зарплат в прошлом сезоне, и это, конечно, удивительно, то есть, представляете, у команды не было денег, чтобы платить игрокам, просто сама, сама структура, я понимаю, да, что это нарушение, наверное, ну, это в регламент, так прописано, никаких нет вопросов, я, я по, я живу в России, и я просто понимаю, как в России законы, ну, вообще не соотносятся с сутью происходящего, вот, я к этому привык, в этом случае меня не удивляет, да, что все юридически прям чисто, я понимаю, что люди из КХЛ, которые смотрят, они будут такие, да, ты че, типа, все правильно, но вы вдумайтесь просто, да, команда, у команды, ну, мы же знаем, что Брига, ну, такая команда, которая не так много денег, у нее нет возможности прям заливать все деньгами, как даже в Магитогорске, например, делают, не хватило денег у команды на то, что мы просто нет денег платить игрокам, ее за это оштрафовали, то есть, ну, это же, это странно, это, это настолько странно, что я даже говорю об этом, но просто, мне кажется, что это не первый случай, когда видно, что что-то в хоккейной реальности не так, и вот, ну, может быть, убрать тогда этот штраф, ну, просто за недостижение, но в нашей реальности, то есть, ты бедный, ну-ка, дай нам денег еще, ну, типа, ты офигел быть бедным, ну, типа, ты как, как так ты вообще живешь, что ты бедный, давай нам еще денег, это странно, это, это не первый случай, может быть, не самый жесткий, может быть, для клубов штраф, который они платят, это не очень существенно, но это, это странно, давайте как-то приводить Лигу просто в какую-то более-менее нормальность, почему нет, а то как-то она совсем выбивается из, просто из нашей повседневной жизни, как будто это какой-то космос, вот, и это же вредит, ну, то есть, это пока космос, на ней, и это не получается сделать бизнесом, именно поэтому. Еще одна парадоксальная, неожиданная новость этой недели, Акбарс отказался от группы поддержки на своих стадионах, на своих стадионах, на тысячах своих стадионах, на своей домашней арене, теперь не будет, если надо расшифровать эту новость, если вы так не поняли, девушек с помпушками больше не будет на арене Казань, и вот, что мне на самом деле скорее нравится, что идет по этому поводу какая-то дискуссия, ну, потому что это не то, чтобы самая обязательная вещь, да, ну, из-за этого, это не политика, опять же, здесь можно порассуждать, вот, и то, что диалог идет, мне вообще очень нравится, высказываются разные стороны, вот, я сейчас почитал, что Ульяна Андрей Губчак, естественно, заступил за девчонок, и, ну, там разные, разные вообще есть и обоснованию этого, да, и я не буду разбирать все стороны, я скажу просто про то, что я думаю, вот, я ни в коем случае не ханжа, мне вообще, мне нравятся девчонки, ну, типа, девчонки в платьях, это круто, вот, но я, если честно, вот просто с самого начала, с самого вообще появления КХЛ в 2008 году, я вообще не понимал, зачем эти девушки там находятся, ну, просто, ну, зачем, я, я теперь не спорю, если это традиция, ну, то есть, у нас это традиция, окей, то есть, давайте оставляем без, ну, без всяких вопросов, у меня нет вопросов к этому, но изначально, я вот, если так, чисто с теоретических позиций на это заходить, я вообще не понимаю, зачем, ну, то есть, их же не видно, когда ты сидишь, но я имею ввиду, что видно, может быть, через лед, только если, но это далеко, вот, проще на шайбы смотреть, ну, типа, ближе получается, так, зачем, то есть, они в проходе стоят, да, люди, если идут, они как-то, им неудобно, они садятся, не очень понимаю, в чем кайф вообще самим девчонкам там находиться, ну, опять же, если у кого-то есть логичное объяснение, пишите в комментариях, я прочитаю, вот, и в следующий раз выступлю с извинением, да, на эту тему, мы же вообще извиняются теперь, вот, и, ну, не очень я понимаю, то есть, кайфовали самим девчонкам вообще там находиться, потому что это не то, чтобы прям танцы, да, это не то, чтобы прям, ну, что номер какой-то ты сделал, типа, и все, да, у них там на сцене какие-то есть, ну, такие штуки, ну, их же опять же оттуда, ну, далековато, их не видно вообще почти, ну, вот, они спиной находятся к зрителям в целом, ну, короче, для меня это всегда был странный жанр, и, по-моему, он был так придуман скорее, ну, допустим, вот так будет, вот, ну, типа, пусть должно же быть что-то, мне кажется, что гораздо правильнее, на самом деле, это не то, чтобы прям самый важный вопрос, мне кажется, что, например, разрешить пиво на аренах, это гораздо более важная штука, организовать у нас какое-то такое развлекательное питание, которое на самом деле вот что-то такое делает, если в Москве сходить с этим вообще нет никаких проблем, тебе там доставят и все такое, но вот так должно, вот это должно развиваться, и это важнее, чтобы развивалось, чтобы хоккей стал гораздо более таким, как бы, ну, как кино становился, да, что ты можешь прийти, извините, пожрать прямо на арене, ну, то есть это важнее, если ты пивка попить, это вообще святое дело, я бы прям, если бы это можно было делать, я бы, блин, оттуда не вылазил вообще с этих арен, вот, что там есть уже девчонки, мне, ну, если честно, ну, я не против, я не против, но я, как бы так, я не против, но я, честно, просто не понимаю, зачем, я поэтому, когда начинаю говорить об этом, я просто, я понимаю, зачем пиво, например, на аренах, вот это мне понятно максимально, выпить пивка, поорать против СКА, блин, это просто мечта вообще всей жизни, вот, так что круто, что высказываются, вот, опять же, начинаем, мы начинаем с малого, обсуждаем самые ненужные детали, может быть, самые необязательные, может быть, со временем дойдем и до обсуждения каких-нибудь глобальных опросов, например, вообще, кто будет у нас тренером на Олимпиаде и что вообще с этим делать. Ну, и говоря о не очень важных для нас, по крайней мере, новостях, Беларусь не вышла на этой неделе на Олимпийские игры, и это продолжение, да, того разговора, который был в прошлом выпуске о том, что в Беларуси вот это управление, управление спортом, оно, конечно, доводит вот до таких результатов. На самом деле, там полно симпатичных игроков, там есть Егор Шарангович, за которым мы все, да, многие из нас следят еще с молодежного чемпионата мира, и ему хочется пожелать вообще взлета в карьере, вот, и в этом смысле не очень здорово, потому что Беларусь – это страна, к которой мы привыкли видеть, у которой серьезные хоккейные традиции, у которых президент играет, президент по одной из версий, вот, играет в хоккей. Хочется, как бы, чтобы развивался хоккей, да, они, как бы, наша часть нашего вот такого хоккейного мира, у них прекрасная в целом команда в континентальной хоккейной лиге, и, ну, вот я говорю, это просто, ну, видно, видно, что, ну, управление вот на таком, на таком уровне, вот оно так устроено управление, что свет, извините, качается, и все немножко болтается, ну, вот так устроено управление, я говорю, что это в очередной раз напоминание нам, нам, конечно, очень далеко до того, чтобы не выходить на Олимпийские игры, но мы становимся все дальше и дальше от медалей, я так плавно перешел от Беларуси к нам, но это сигнал, ну, то есть все, что происходит с этой страной и с хоккеем, для нас просто сигнал, что у нас примерно вот это же будет происходить через какое-то время, что в политике, что в хоккее, вот, если в политике мы это как-то, с этим очень сложно бороться, то в хоккее, ну, хоть как-то, мы хотя бы можем говорить о том, что вот в хоккее у нас есть проблемы, и вы, по словам даже Третьяка, посмотрите, что нас Владислав Третьяк говорит о том, что мы, нам бы в тройку попасть, он уже сколько лет, он уже перестал даже надеяться на победу, он говорит, ну, нам бы второе место неплохое, бронза тоже хороший результат, ну, слушайте, нет, 6 стран всего на топовом уровне играют в хоккей, странно в этом раскладе, нам, вот, не надеяться на победу, поэтому давайте грузим на белорусов и становимся лучше сами. Главная новость в НХЛ, кроме того, что НХЛ поедет на Олимпиаду, это удивительная штука, сработал оффершит Каролины по поводу Еспери Кот Каньеми в Монреаль, да, ну, то есть, короче, Каролина сделала оффершит, предложила Кот Каньеми ограниченно свободному агенту без контракта 6,1 миллиона долларов в год за сезон, такую зарплату, вот, у Монреаля была возможность за одну неделю повторить это предложение, вот, и Монреале просто еще доказательство, на самом деле, того, что в Монреале еще не совсем все ку-ку, вот, и в результате Кот Каньеми игрок задрафтованный, он 2000 года, и задрафтованный Монреалем, на самом деле, с ним были какие-то связанные надежды, вот, и он в этом даже плей-офф играл в целом, в том плей-офф, в котором Монреаль добрался до финала, вообще-то, Кубка Стэнли, и вот он в результате перешел и будет играть за Каролину, и это, конечно, такой, это очень, в целом, непонятная штука, ну, потому что зачем Каролина это сделала, говорят, что из мести, потому что три года назад Марк Бержавен делал такую же штуку, чтобы забрать, ну, типа, Себастьяна Ахо, естественно, это было забрать, там, в никаком переходе Бреча в целом идти не могло, вот, ну, просто Кот Каньеми, ну, вряд ли мстят за такую штуку через три года, ну, просто, наверное, появилась возможность, может быть, она в стиле, не знаю, просто это странно очень месть, понимаете, это странная месть отдавать игроку, которая стоит 2 миллиона 6, это прям, ну, это в эпоху потолка зарплат, в эпоху, когда у Каролины не очень все понятно с ротарями, на самом деле, им скорее нужен вратарь, чем надежный, чем кто-то еще в основу, вот, у них прекрасная, прекрасный состав и без этого, и Кот Каньеми, на самом деле, им там не особо поможет, потому что он и в Монреале, в этом плей-офф он садился на скамейку и не играл в какие-то моменты, мне, на самом деле, по нему не скажешь, что он прям железный игрок, основы или топ-6, или топ-3, ну, в смысле, топ-9 команды NHL, поэтому, ну, для меня прям полно очень загадок, и на самом деле, я прекрасно понимаю Монреале, который отказался, Монреалю было логи, ну, это, блин, я бы отказался от этого тоже, потому что это, ну, в три раза ты переплачиваешь, как вообще после этого строить отношения, и еще знаете, что, мне кажется, я не знаю, я не был в раздевалке NHL, не знаю вообще, насколько это работает или нет, но, понимаете, Андрей Свечников получил вот не так давно зарплату в 7,8, да, но там 7 с чем-то миллионов, сколько он ради нее и на каком уровне играл, они, по-моему, одного возраста с Финном, с Кот Каньеме, я Кот Каньеме теперь буду его называть всегда, вот, сколько он делал, сколько он и на каком уровне сыграл, и он получил 7 с чем-то, человек вообще не сделал и половины, получает 6, ну, то есть он прям будет зарабатывать в этом сезоне побольше, чем многие игроки Каролины, которые получше и побольше у него будут играть, сомнительное для меня решение, я бы просто на такое не пошел, но это уже там Каролина для себя решила сама. У меня открыт ноутбук, я постоянно читаю новости, чтобы не пропустить вдруг какую-нибудь бомбу, которая случится в воскресенье, а вы будете завтра смотреть, в удивляться, как такое нету, вот, но бомба никакой не происходит, происходят слова Павла Буре про Олимпиаду 98, вот, извините, я зачитаю, мы играли за Россию, нам было без разницы, кто тренер, кто президент ФХР, и вы, Павел, проиграли, ну, просто, он так сказал, как будто они победили, не думая о тренере, вот, вообще-то там был Юрзинов старший тренер, мы прекрасно помним эту Олимпиаду, ну, вот, и вы проиграли Чехом, да, вы не смогли забить, ну, так что, ну, мне кажется, не тот, не тот момент, чтобы бряться с оружием. Последняя на сегодня штука, которую мне хотелось обсудить, на самом деле ее стоило обсудить и в прошлом выпуске, я хотел это сделать, но как-то вылетел из главы, по поводу Андрея Локтионова. Удивительно, по поводу Андрея Локтионова, который сейчас, который вчера забил, играя за Спартак Амуру, при том, что по идее, ну, вот так, знаете, исходя, исходить из обменов, там, и таких штук, контрактов и всего такого, но он должен был за Амур забивать Спартаку, вот, и он, там, как случилось, что он сказал, его обменяли в Спартак, его обменяли в Амур из ЦСКА, и он просто сказал Амуру, что не поедет туда, позвонил Хабаров, сказал, друзья, извините, и не, ладно, окей, не буду фантазировать, о чем там был разговор, ну, просто он сказал, не поеду, вот, насколько я узнал, ему предлагали всякие, ну, ему объясняли, на какой роли его видят и все такое, и предлагали разные варианты, нет, 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 он отказался, и я, может быть, сейчас прозвучу слишком радикально, но, Навальный должен быть президент в России, нет, я, мне кажется, извините, я говорю, если это слишком радикально, но мне кажется, что я вот прям вот так чувствую вот эту ситуацию, что дисквалифицировать нужно игрока на срок его контракта, ну, потому что это же не выиграет, да, но там можно же выйти саботировать, допустим, ну, вот, как Пьер Люк Дебуа, я делал удивительный для меня в целом игрок, у которого, мне кажется, очевидно, все плохо будет в карьере, но что ты, ну, вот так нельзя делать, нельзя не приезжать, в этом, знаете, еще в наших условиях, очевидно же, почему это происходит, ну, то есть, что, да, Мур далеко не должно быть такого, ты, если пробился, для тебя в КХЛ сыграть должна быть честь, получать эти десятки миллионов рублей, ты должен рваться это делать, без разницы, где, лига должна быть горизонтально вся равна, то есть, что в Хабаровске, что во Владивостоке, что, я не знаю, там, в Ярославле, в Уфе, в Челябинске, это все КХЛ, и здесь играть везде почетно, я не знаю, для меня, если бы меня позвали, я не знаю, кем угодно, типа, в клуб КХЛ, любой, ну, то есть, я бы к этому относился как к работе, и был бы преданным сотрудником, и я был бы вообще рад, ну, я не к тому, что мне нужна эта работа, ну, просто вот так, если представляешь, что мне вот позвали, там, ассистентом генменеджера, да, в любую команду в высшей лиге, да, блин, я с удовольствием, ну, потому что это хоккей, это работа, это то, что интересно, а здесь, ну, это просто все основы вообще, вот, нашей страны, я бы даже сказал, и на самом деле КХЛ не первый раз проявляет вот эту какую-то, знаете, что, типа, Москва и Питер, и вот это, это одно что-то, а вот там, это, типа, ребята живут на Дальнем Востоке, они вообще никого не интересуют, я говорю мне, человек, который отвечает, я не помню должность, не помню имя, но я помню, вот, что он отвечал за создание, за работу над нашим календарем два года назад, КХЛовским, и я у него спрашивал, прямой был вопрос, давайте во Владивостоке, почему вы не сделаете матч всех звезд, он говорит, ну, вы понимаете, всем ехать далеко, я говорю, а как, ну, вам не кажется, что это, ну, типа, вы Россию тогда вообще, как, типа, что, все, в Владивостоке вообще не надо жить, не надо жить, и опять же, это, это опять очень сильно расходится с тем, как у нас в целом страна строится, то есть они хотят же, была же новость на этой неделе, что Владивосток хотят сделать города миллионником, ну, это же вот, я говорю, декларация, типа, на словах одно, по факту другое, на словах они хотят сделать из Владивостока мегаполис, по факту они вообще нормально относятся к тому, что игрок не хочет туда ехать, игрок не там не какой-то важный человек в жизни страны или там кто-то кто-то такой суперский не знаю а просто игрок и он гандарит хабаровск вообще не поеду я туда но все это дисквалификация играет я не знаю где найдешь в чехии полно команд в польше полно хороших клубов он они даже белоруси выигрывают езжай туда паренек и сиди здесь не играет но если ты не хочешь играть ну вот по моему вот так вот так и вижу эту ситуацию и удивительно что президент кхл вообще никак на это не отреагировал и вообще кхл дела вижу но нормально поставили статус конфликт и все да ребята вот здесь страна разваливается вот прям на ваших глазах хоккейная страна разваливается у вас одни клубы становятся изгоями а другие вот прям такие болт нормально я в москве поиграю да ты заслужил чтобы москве играть мы смысле вообще без разницы где в кхл играть докажи что ты хорош не надо доказывать на словах выйди на лед покажи что ты заслуживаешь чего-то большего у меня на этом все расскажите об этом выпуске эмоциональном да как я до в конце так чехвостил расскажите об этом выпуске друзьям которым по каким-то причинам интересных те я говорю ваша реакция помогает продвигать такие выпуски и со временем они будут становиться только лучше увидите да я уже вроде как уже понимаю в чем фишка формата и начинаю обложку зацените обложку просто супер да напишите в комментариях ваше мнение по любому из этих поводов вот мне на самом деле про девушек которых постепенно убирают с трибун с помпушками вот тоже интересно может быть я чего-то не понимаю да может быть с локтёновым я тоже погорячился вот хотя по моему нет меня зовут никита петухов увидимся в следующем видео пока 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 пока